Продолжаю свою прогулку по Чите и сейчас подойду к самому красивому зданию Читы, а может быть даже и всего Забайкальского края. Это дворец братьев Шумовых. До революции он был, конечно, дворцом, а после революции, сами знаете, кто в него поселился в самое лучшее здание. Ну, конечно же, наши Чикисты. Вот, и сейчас они занимают вот это вот красивейшее здание Читы. 1914 год. Вообще здание планировалось, проект был заказан, я помню, ну, я, насколько помню, в Париже. Вот. Оно взяло даже какой-то гран-при. Вот. Строилось. В 1914 году был построен одна часть этого здания, а начавшаяся война не позволила построить вторую часть. И только половина дворца дожила до нашего времени. Ну, здание, конечно, красивейшее. Там, кстати, на другой стороне политехнический техникум. Ну, мы продолжаем любоваться зданием дворца Шумовых. Здесь, кстати, хранится дом купцов Шумовых. Так и написано. Ну, красивейшее здание, лепнина. Внутри тоже сохранилась еще и лепнина, и отделка лестниц, и даже система отопления, и батареи еще родные. Мало кто знает, что в царские времена, да, уже было отопление водяное, балкончики. И в этом здании хранится архивное уголовное дело моего деда, который был у меня арестован, предан суду. И вот ребята, кстати, тоже на меня посмотрели. Ну, это взгляд профессиональных чекистов. Ну, а это вот современные наши здания. Сейчас я прохожу мимо центрального универмага. Речку перетекаю. Это Кайдаловка. Ну, она, конечно, еще не оттаяла. А это здание Дома офицеров Советской Армии. Оно так и называлось, ДОСА. А тут вот написано, что в 50-м году тут, значит, понимаешь ли, присутствовал на концерте Мао-Джи-Дун. О, как. Ну, понятно, все связано с военными, пушками, пушки, солдаты. Причем в касках таких времен, вот, 30-х годов, конца. Там театральная площадь, драматический театр Читинский. Кстати, вот скульптурная композиция стоит на здании. Ее одно время убирали, теперь вернули на место. И она как раз там, к месту. Это очень хорошо, замечательно. Парк культуры и отдыха Дома офицеров. Да, такой очень хороший, приличный парк, но, может быть, я когда-то туда и схожу. Красивые барельефы. Все здания, конечно, замечательные. Я приближаюсь к центральной площади Читы. Это площадь Ленина. Мемориальная доска в честь Александра Сергеевича Пушкина. Цветочек положен. Ну, это вот серое здание с куполом. Это управление железной дороги. Тоже красивое здание. Молодежь ведет с учебы. Вот девочка кинула прямо... Нехорошая девочка кинула прямо на меня. Мусор. Мало того, что она не попала в урну, она попала в меня. Ну, тут доска памятная. Написано, что город заложен казаками Петра Бекетова. Написано 1653 год. Но до сих пор краеведы, историки оспаривают эту дату. Говорят, что позже было заложено. Кто говорит раньше? Это гостиница Забайкалья. Ну, а это вот уже видно управление Забайкальской железной дороги.